Итак, сегодня Русская Церковь отмечает десятилетие патриаршества своего предстоятеля. В эти дни в российскую столицу прибыли многочисленные гости из других поместных православных церквей. Патриаршей резиденции в Даниловом монастыре прошла встреча Святейшего Патриарха Московского Евсея Руси Кирилла с блаженнейшим Патриархом Антиохийским и Всевостока Иоанном X и членами сопровождающей его делегации. Святейший Патриарх Кирилл, приветствуя предстоятеля Антиохийской Церкви, особо подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений между Антиохийской и Русской Православными Церквями, имеющих уже долгую историю. Сегодня эти отношения имеют, я думаю, особое значение. Мы знаем, что Ваша Церковь переживает нелегкие времена, особенно в связи с той ситуацией, которая сложилась в Сирии. И Русская Церковь сегодня проходит тоже через скорбные испытания, связанные с ситуацией на Украине. Каноническая Церковь на Украине действительно сегодня страдает. И мы благодарны всем поместным православным церквам, которые выражают свою солидарность с нашей Украинской Православной Церковью и оказывают ей духовную, молитвенную и моральную поддержку. Предстоятель Русской Церкви также приветствовал сделанное Патриархом Антиохийским Иоанном X и Патриархом Сербским Иринеем совместное заявление, в котором ситуация, сложившаяся на Украине в результате действий Константинопольского Патриархата, названа угрозой, способной вызвать длительное разделение в Православной Церкви. Святейший Владыка в своей речи с удовлетворением отметил, что между Антиохийским и Московским Патриархатами развивается сотрудничество в гуманитарной сфере, подчеркнул важность самых разнообразных гуманитарных акций, которые осуществляются России и в Сирии. В ноябре 2018 года в Дамаске находилась группа наших врачей, которая отобрала детей из увечанных войной, подорвавшихся на минах, у которых были ампутированы, оторваны конечности, для того, чтобы провести лечение на территории России и оказать им помощь, в том числе и в сфере протезирования. Завершаются реставрационные работы в монастырях Святой Феклы в Малюле, и мы надеемся, что паломники снова могут посещать эти места и наслаждаться и радоваться соприкосновению с духовной глубокой традицией Вашей Церкви. И по Вашей просьбе в ближайшее время будет осуществлена реализация другого важного проекта – это восстановление церковного комплекса в городе Арбин и церкви в городе Аль-Забадани близ Дамаска. В ответном слове блаженнейший патриарх Антиохийский отметил, что ситуация в Сирии несколько улучшилась по сравнению с тем, что было раньше. Сейчас идет процесс освобождения территорий, которые ранее были захвачены террористами. Основная заслуга в этом принадлежит России, которая оказывала и продолжает оказывать политическую, военную и гуманитарную помощь. Говоря о тяжелейшем кризисе в православном мире, с провоцированным Константинопольским патриархатом на Украине, блаженнейший владыка подчеркнул, мы призываем и Вселенского патриарха, и других высших духовных лиц к тому, чтобы решить существующие проблемы, в том числе те, с которыми сталкивается наша братская русская церковь путем диалога. Мы не согласны с тем, что предпринимаются попытки одностороннего решения ряда церковных проблем за счет всего православного мира, которые ведут в результате к расколу этого мира.